Здравствуйте! Снова с вами я, Лена, из студии Handwork Decor. Я выделила из мастер-класса по декорированию лейки, окрашенной меловой краской, вот это видео, потому что оно является важным для всех, кто работает с переводами на струйном принтере. Я вам покажу сейчас отрывочек о том, как легко смываются чернила изображения, переледенного на струйном принтере. Чернила эти в струйном принтере, они на водной основе, поэтому стойкости в них нет. И когда мы финишное покрытие покрываем, да, вот уже вот такого изделия лаком, то, причем вот с лаком я вот это обратила внимание, это есть, а вот с воском такого не происходит, потому что воск-то не жидкий, да, там влаги нет, они не растворяются в воске. А вот лак, он состоит, он на водной основе и растворяет рисунок, переведенный на поверхность. Неважно, меловая краска, не меловая, на любую поверхность. Значит, наступил момент, когда нужно решиться смывать рисунок. И сейчас мы с вами смоем, оставляя только бабочку. Нужно, я нарвала чистые тряпочки, почему несколько, нужно, чтобы тряпочки всегда были чистые. Сначала я начну с тонких мест. Вот так вот сейчас, по буковке. Если у меня не получится смыть, мы с вами проверим, то я просто закрашу. Нет, вот видите, она пачкается. Если я сейчас же этой грязной стороной буду возить, я просто буду грязь развозить. Я смочу. Видите, теперь я беру чистую сторону. Выбираю чистые вместо тряпочки. Так, около мотылька надо аккуратно. Вот заранее-то не подумала. Видите, лишнюю работу себе нашла. Зато мы с вами узнали, что если у нас что-то не получится, когда мы там мебель будем делать, мы знаем, что если что, мы смоем переводы. Когда я уже увидела, что практически все стерла, а что-то не стирается, я просто взяла жидкое мыло и мылом стала стирать уже вот там, где у венка темные пятна. Вот красочка какая у нас крепкая, хорошая. Если бы мне мотылька не оставлять, я бы уже просто намылила, достерла. Я несколько дней, честно говоря, думала, что мне делать с этим рисунком. Иногда лучше, знаете, вот оставить. Как бы переночевать с этим совсем. То сотрешь, тоже жалко. Потом будет. Ну, а вот вы видите, да, что я спокойненько смыла. Сейчас просушим. Вы посмотрели, как легко смываются краски, переведенные со струйным принтером. И сейчас я покажу вам секрет, как наносить лак. Мы с вами уже знаем, да, что красочки смываются. Поэтому первым делом нужно поэтому первым делом нужно очень аккуратно покрыть одним слоем сам рисуночек. Вот это очень важно в переводах на миловую красочку. И вообще в переводах для струйных принтеров. Значит, я очень аккуратно вот так рядом тончайшим слоем буквально надо покрыть. Края растереть. Вот. И мы сейчас подождем, когда этот первый слой лака высохнет. И после этого уже будем покрывать всю лейку лаком. Нам нужно лак растирать. Те, кто видел мой видеоурок о том, как наносить лак без потеков и полос, знают, как я его растираю. Если бы я сейчас начала вот так растирать, я бы стерла рисунок. ну, не весь, но стерла бы. И сейчас покрою бабочку. Первый слой лака высох, но так как мы не могли его растирать, он у нас оказался с полосочками. Поэтому мы берем оберточную бумагу из моего видеоурока «Зачем художнику оберточная бумага?» и шлифуем вот этот первый слой лака. Как долго сохнуть вот этому слою перед тем, как обработать оберточной бумагой? Значит, не надо ждать затвердевания лака. Вот он высох на ощупь, да, не липнет уже. Все, значит, можно уже оберточной бумагой его сглаживать. Если лак затвердеет, оберточной бумагой мы не обойдемся. Понятно? Я сейчас покажу поближе, да, вот как выглядит, какие полосочки остались от лака. и как я зашлифую и как мы удали вот эти полоски. Я попробую сейчас вот так показать, чтобы вы видели, какие полосочки остались от лака. И я оберточной бумагой сейчас этот лак заглажу. надо вот так посматривать, где увидели, там затерли. И края обязательно лака нужно сгладить, чтобы не выделялись при последующих слоях. все, и у нас уже полосочек нет. И теперь мы уже спокойненько можем покрывать лаком нашу лейку. пыль мы с вами знаем, что надо стереть после оберточной бумаги. Вы надеюсь посмотрите видео. вот теперь я уже все равно с аккуратностью, потому что слой лака у нас еще тонкий. Здесь я начинаю растирать уже с усилием как обычно. А вот здесь все равно понежнее надо. потому что слой лака еще тонкий. Мы как бы следующим лаком все равно растворяем предыдущий. Если вам нужно будет гранж сильный рисунка добавить, то тогда можете спокойно тереть. А при втором слое мы уже совсем спокойно. При третьем слое мы уже спокойно. У нас для общего фона это всего лишь первый слой лака. Это только для нашего рисунка. Он уже второй. И вот так на примере одной леечки можно рассказать много интересного и полезного. я думаю что всем кто занимается переводами изображений с использованием струйного принтера этот мой маленький совет будет очень полезным. Чтобы вы не испортили свои шедевры когда они уже завершены практически при нанесении финишного прокрытия особенно такого как лак. Желаю вам всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Со мной интересно ваша Лена.